В сегодняшний воскресный день, первого воскресения после Святой Пасхи Христовой, мы вспоминаем событие, которое описано в Евангелии от Иоанна Богослова. Сегодня мы читали 20 главу. О чем она? Она о том, как Христос по Своем воскресении пришел к ученикам своим, которые, страха ради иудейска, испугавшись, не зная, что теперь дальше делать, собрались в Сионской горнице. И вот когда они были заперты изнутри, дверем затворенными, то есть закрытыми дверями, чудесным образом Христос заходит в эту комнату и говорит им «Мир вам!». Это удивительное свойство Бога быть там, где Он хочет, там, где Он нужен, там, где Он необходим. Сегодня открывает нам Святое Евангелие. И мы слышали, как, сказав это, Он показал им руки и ноги, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. И Иисус же сказал им вторично «Мир вам!». Эти слова так часто мы слышим в церкви. «Мир вам!» «Успокойтесь!» «Вы так напуганы!» «Вы так боязливы!» «Помните, об этом уже говорил Христос!» «Что же вы так боязливы, маловерные?» «Где вера ваша?» И мы, видя, что происходит вокруг нас, иногда переживаем, волнуемся, иногда страшимся. Но вот эти слова Христа «Мир вам!», «Мир душе вашей!», «Мир сердцу вашему!» «Должны успокоить каждого верующего человека!» И Иисус сказал им вторично «Мир вам!», потому что не сразу чувство страха, тревоги проходит. И снова Христос говорит «Успокойтесь! Я с вами! Я рядом!» И далее Спаситель говорит «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас!» Сказав это, он дунул и говорит им «Приимите Духа Святаго! Кому простите грехи, тому простятся, а на ком оставите, на том оставятся». Эти слова Христос говорит не случайно. Господь сообщит благодать Духа Святаго своим апостолам, ученикам своим, которые, в свою очередь, будут рукополагать по всей земле священников, епископов, через руки которых будут прощаться грехи людей. Больше того, тем, кому они простятся, они будут прощены на небе. А тем, кому не будут прощены грехи, и кто не подойдет к исповедению, и не будет над ним прочтена молитва о разрешении грехов, священник может оставить за человеком те или иные грехи, если человек не раскаивается, или, может быть, не желает исправиться. «На том они и останутся», — говорит Христос. Кому простите, тому простятся. А на ком грехи оставите, на том они останутся и в этой жизни, и после его смерти. Вот какую глубокую тайну раскрывает Христос своим ученикам в первый же день своего воскресения и явления апостолам. Фома же один из двенадцати, называемый «близнец», не был тот с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но Он сказал им, если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. Почему Фома не поверил ученикам? Если мы откроем шестнадцатую главу Евангелия Таана, то там есть удивительная история, которую Христос Фоме не забыл. Когда Спаситель узнал о смерти Лазаря, Он решил пойти туда, и, как он говорит, «я иду разбудить его». Ученики отговаривали его, говорили, если он уснул, то проснется Господи, стоит ли тебе рисковать своей жизнью? Разве ты не знаешь, что иудеи ищут, дабы побить тебя камнями, и ты снова идешь туда? Христос шел на воскрешение Лазаря, действительно рискуя своей жизнью. Но Он знал, что Он отдает жизнь свою за многих, за людей, за правду Божию. И Он идет туда. И вот как раз перед тем, когда Ему пойти, и когда уговоры апостолов и других учеников Христа звучали все громче, «Не ходи туда, Господи!» Иудеи хотят убить тебя, они хотят забить тебя камнями. И вот здесь очень важная деталь. Подходит Фома, и в присутствии учеников говорит в глаза Христу, «Пойдем, и мы умрем вместе с Ним». Может ли Христос забыть эти слова своему ученику? Эту решимость пойти за своим учителем, даже если нужно, и на саму смерть. «Пойдем, и мы умрем с Ним», сказал Фома. Разве это слова неверующего человека? Фома, когда пришел на восьмой день к ученикам, которые снова после воскресения и после того, когда они видели своего учителя воскресшим, увидел их боязливыми, а Фома увидел то, что они такие же страшливые, такие же испуганные, я вам не верю. Я не верю, что Христос воскрес. Ибо если Он воскрес, то почему вы такие унылые, почему вы имеете в глазах страх? Ведь тогда даже смерть не страшна. Если Христос воскрес, значит, все, чему Он учил, истинная правда, значит, можно за Ним идти, закрыв глаза и проповедовать Его учения всем людям. Но я вам не верю, пока не вложу руки моей в раны от гвоздей Его. И пока не вложу мои руки в ребра Его, которым один из римских воинов нанес ему удар копьем. Вы помните это место в Евангелии, что «иди над воин копьем ребра Его прободе и абиа», то есть тут же изыди кровь и вода. И вот этого не мог забыть Фома. Он знал, как пострадал Христос и сказал, пока я сам не увижу, не уверюсь, я никому не поверю. И вот после восьми дней были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, мир вам, успокойтесь, я с вами, я с вами, не волнуйтесь. Вот слова «мир вам», когда слышите в церкви, священник благословляет, епископ благословляет, мир всем, успокойтесь. Вот почему человек выходит из храма успокоившимся. Потому что слова, которые повторяет священник, это слова Иисуса Христа. «Мир вам», успокойтесь. Перестаньте бояться. Перестаньте надеяться на человека, говорит нам Священное Писание. Перестаньте надеяться на людей, потому что изыдет Дух Его и возвратится в землю свою, в той день исчезнут все помышления Его. «Надеющиеся на Господа, обновятся в силе, поднимут крылья свои, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся», говорится в Священном Писании. А мы на человеков надеемся. На какие-то обстоятельства, на сродников, родных и близких, никто не поможет нам, как Бог. Вот почему Он, в руках Которого весь мир, говорит нам, мир вам. Успокойтесь. Я вас не забыл. Я с вами. Во все дни до скончания века. Потом говорит Фоме. «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ. «Господь мой и Бог мой». Он уверился. В мировых художественных музеях хранятся различные картины, которые так и называются, «уверение Фомы». Когда Фома прям подходит и пальцем в ребро Христа Спасителя проникает. Апостолы смотрят вместе с ним, что он действительно тот, который был распят. На его руках язвы. В его ребре пробоина от копья воина римского. И они все уверяются вместе с Фомою. Почему Фома и воскликнул. «Господь мой и Бог мой». И Иисус говорит ему. «Ты поверил, потому что увидел меня». «Блаженны невидевшие, но уверовавшие». Вот сегодня, кто верит во Христа воскресшего, по слову Христа, блажен. Мы не видели с вами Христа своими глазами. Но однако же мы поем «Воскресение Христово, видевшее поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному». Почему мы так поем? Разве мы говорим неправду? Воскресение Христа мы видели своими очами души. Мы сердцем своим видим Тебя, Господи. Потому что человек не может веровать, если не просветится, не прозреет его душа, не откроются его духовные очи. Вот почему церковь и называет тех, которые ходят в храм, прославляют воскресение Христово. И в воскресные дни стараются быть в церкви. В воскресении Христово мы видели, Господи, своими внутренними духовными очами. И этого уже мы забыть никогда не можем. И вот таким людям, Господь говорит, блаженны те, которые не увидели, но уверовали. Много сотворил Иисус перед учениками, своими и других чудес. Заканчивая 20 главу, апостол Иоанн Богослов этими словами. От которых не написано в книге сей. А вот теперь, дорогие братья и сестры, я попрошу внимательно вслушаться в слова, которые сейчас прозвучат из уст самого апостола Иоанна Богослова, который как завещание отдает нам это напутствие на всю нашу оставшуюся жизнь. Постарайтесь написать эти слова на скрижалях своих сердец. Если вы забудете, вы всегда можете открыть 20 главу Евангелия от Иоанна. Это последний. 31 стих этой главы. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Запомним эти слова. Сие же написано не просто для людей далеких от церкви, далеких от веры, чтобы мы с вами, не увидев очами, но прозрев духовно, уверовали, что Иисус есть Христос. Иисус с еврейского переводится как Спаситель, как Первосвященник. А вот апостол Иоанн Богослов добавляет, что Иисус Спаситель, есть Христос, а Христос переводится с греческого как Мессия, обещанный. Мессия, спасающий весь род человеческий. Чтобы вы, уверовавшие, знали и помнили, и другим передавали, что Он есть Иисус, Христос, Мессия, Сын Божий, и, веруя отныне, имели всю свою жизнь во имя Его. Вот почему все, что делается в церкви, начинается с этих слов. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Доброе дело во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господи, благослови, сделать, отрезать, построгать, приготовить, постирать, убрать, навести порядок. Господи, благослови. И все, что Ты сделал во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И все, что творите, творите во славу Божию. Пиете ли, едите ли, или и на что творите, все творите во славу Божию. Вот к чему нас призывает сегодня удивительная Евангелие. Что же было с Фомой? Фома уже не сомневался. С проповедью о воскресении Иисуса Христа он отправляется в Палестину, потом в Месопотамию. Апостол Фома пошел с проповедью о воскресении Иисуса Христа дальше всех апостолов. Он доходит до Индии и там бесстрашно проповедует Христа воскресшего. Он видел и свидетельствует. Неслучайно в Индии до сегодняшнего дня есть даже часовни в честь апостола Фомы. А почему так почитают до сегодняшнего дня этого апостола в Индии? Потому что он просветил супругу местного индийского императора. А ее звали Мелепура. Даже сохранилось ее имя, когда она услышала проповедь апостола Фомы, который вот все вот это рассказал. Вот стоит рассказать человеку вот эту историю, которую сейчас мы слышали из Евангелия. Он это рассказывал, потому что это я, это вот эти пальцы. Это вот эта рука, которая была в ребре Христа Спасителя после того, когда он умер и воскрес. Я видел, вот этой рукой прикасался. И люди, неужели, в самом деле, ну точно тогда, вот не верить этому человеку нельзя. Он очевидец, он даже проверил, он даже опытно попробовал и вложил свои перста в раны от гвоздей Иисуса Христа. И вот Мелепура поверила проповеди и принимает крещение и становится христианкой. Язычники, которые там вокруг обитали, жили, которым и проповедовал без страха Фома, возненавидели его. Он принимает мученическую кончину именно в Индии. Его казнят, его страшно казнят, его пробьют копьями, пять копий пронизут его тело. Но память его в род и род и всякий год, на следующее воскресенье, после Пасхи Христовой, церковь напоминает всем верующим, что эта неделя, неделя о Фоме. Не неверующим, а настолько верующим, что даже другим никому не хотел поверить, кроме самого Христа. Но когда убедился, смертью своею доказал верность и веру воскресшего из мертвых Господа нашего Иисуса Христа. Уроки для нас, дорогие братья и сестры, заключаются в следующем. Мы должны как можно чаще читать Евангелие. Мы должны просто пропитать свою душу всем тем, что здесь написано. Потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вера у человека ослабевает, если он перестает общаться с Богом, не ходит в храм, перестает молиться, перестает читать Священное Писание, утренние и вечерние молитвы оставляет. Так потихонечку человек расслабляется. Он отходит от Господа и уже перестает в Него верить. И Господь, видя такого человека, не насилует его. Он отступает от такого человека. А как мы знаем, свято место пустым не остается. И приступает к нему дьявол. Больше того, он берет еще семерых с собой лютейших себя и вселяется в дом тот, дом души той. И бывает тому человеку еще горше, еще хуже бывает тому человеку. Потому что ты узнал Христа, но забыл Его. Ты перестал верить. Или, как говорят, устал, утомился. Или тебя соблазнил этот мир Европы. Мы видим, что творится в Европе. И как она ненавидит все святое сегодня. Поэтому нам нужно смотреть к небу. Смотреть туда, где Христос. Открывать и читать там, где о нем написано. И вот сегодня мы с вами почитали, напомню, 20 главу, где рассказывается об уверении Фомы. Следующее. Мы должны, дорогие братья и сестры, с вами не забывать о том, что и у каждого из нас есть некие сомнения. Кто скажет, что у него вера всегда на пике, без всякого, может быть, так, уклонения. Вот бывает у каждого человека. Сегодня верю, завтра сомневаюсь. Открывай снова Писание. Открывай и читай. Ничего не понимаю. Бесы понимают. И отступят от тебя, когда ты будешь держать эту святую книгу. Ничего не понимают. Читай. Есть люди, которые просто ничего не понимают. Читал, 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 прозрел, все понял. Вот подаришь человеку Евангелие. Вот сейчас уже ничего не надо тебе. Вот просто читай. Приходит, батюшка, я все понял. Было столько вопросов. Все понял. Там все понятно написано. Вот что из того, что мы услышали, сегодня было непонятно. Поэтому, дорогие, мы тоже с вами испытываем определенные моменты, сомнений, каких-то соблазнов. Вот тут-то и надо молиться апостолу Фоме. Святой апостол Фома, ты видел и уверился. Помоги моему неверию. Господи, прости, что я сомнился в истинах церкви, в истинах каких-то евангельских слов, а может быть, в истине своей веры. Прости меня. Молитвами святого апостола Фомы, Господи Иисусе Христе, укрепи во мне веру. И последнее. Мы знаем с вами, дорогие братья и сестры, что вокруг нас очень много неверующих людей. Причем тех, которые ходят на Пасху, освящают куличи. А все, на этом их вера заканчивается. До следующего года, до следующих куличей или до святой воды на крещение. Да еще, конечно, на яблочки, на яблочный спас. Вот такая сегодня, к сожалению, многих обрядная вера или обрядоверие. Это не христианство. Это очень слабая вера. Любое колебание такой человек не устоит. Нужно так увериться, как Фома, чтобы смерти не бояться. То есть, сомневаешься, вложи руки свои. Подойди ты, разве не видишь, сколько чудес вокруг дает Господь. Входите в храмы Божии. Молитесь Богу и Фоме апостолу молитесь. И за неверующих, родных и близких. Молитесь апостолу Фоме. Апостоли Фома, вы разуми моих сродников, там, и по именам прям называйте. Их у нас много, к сожалению, русских людей во Христа, воскресшего, еще не верующих. Но я верю в душе. Фома не в душе верил. Уверился и проповедовал Христа всюду. И мы должны проповедовать Иисуса Христа распятого и воскресшего. Вот этого мне хотелось бы всем нам пожелать в день уверения Фомы, в неделю о Фоме, в это второе воскресенье после Пасхи Христовой. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос и нам даровал жизнь вечную. Аминь.